И, конечно, мы бы вам могли рассказывать, что такое автоматический комплекс «Авангард». Ну, здесь все очень круто и все очень дешево. Помните, да, мы даже блеск на кузов наносили, и по цене это не 20 тысяч рублей, а полторы тысячи. Вот, и продолжает машина блестеть, те же самые год. Ну, да ладно, это, как говорится, мы о чем говорим? Мы говорим о автомобиле. Но сегодня мы пришли сюда не покушать, потому что на втором этаже есть замечательное кафе. А что же мы будем делать сегодня? Ну, во-первых, мы посмотрим, что такое замечательный грузинский хлеб шоти. Во-вторых, покушаем такие штучки под названием грецкие орехи, миндаль и все остальное в виноградном соке. Ну, и в третьем, в конце концов, а почему бы не поесть нам замечательный обед? Как это называется? Это называется бизнес-ланч. Давайте попробуем. Знаете, что немного бесит? Так это фертильность нашего ума. Мы сидим и не понимаем, почему к нам не едут. И вместо того, чтобы снизить цены и привлечь к себе внимание клиентов, мы тупо режем рекламный бюджет. Ребят, я не против клиентов по бизнесу, но у каждого должен быть результат. Хотите работать? Так работайте. Просто включите то, что есть в черепе. И говорят, там мозги-то есть. И хотите работать правильно? Работайте со мной. Хотите результат другой? Есть и такие. А еще главный принцип. Ставите комплекс на 6 мест. И пока люди сидят и смотрят, то по сути, то людей можно и накормить. И человек не только уедет на чистой машине, он еще и уедет сытым. Но вот это дано не каждому. А чай, извините, он и в Африке чай. Вкусно, но раз. А здесь супер обед. И он для вас. Кстати, насчет еды. Ну, понятен результат. Вы не только вкушаете бизнес-ланч. Вы можете и вечером здесь и покушать. Но главное, и подумайте. А где вы сможете купить настоящее грузинское чудо? Потому как без хлебного рая здесь не обойтись. А каков он хлебный рай? И название-то у него есть. В Грузии он зовется Шоти. А запекается он в грузинской печи на настоящих дровах. И пока вы грузите печку, то первый-то готов. То есть я по сути не знаю как. Да вам-то может быть этого и не нужно. Но благодаря замечательной грузинской печке вы получаете фирменный хлеб. На обороте которого стоит авангард. Да и цена-то небольшая. И вы посмотрите на меня, человека с удовольствием, принимающего этот дар. Да, и еще есть одна замечательная тема. Я как-то и неоднократно и в Турции не понимал, из чего делают такие колбаски. Так ведь это и не колбаски по сути, а различные орехи. И вкупе с изюмом запеченные в виноградном соке. То есть понять-то надо, купив такую штуку в авангарде, вы целый день будете есть натуральные продукты, которые и в хозяйстве пригодятся. И вот так-то ведь и живет замечательный автомоечный комплекс. Может быть и у вас такая штука появится, а? А? Перед тем, как до вас донести весьма-весьма полезную штуку. Я, конечно, понимаю, что каждый из вас, глядя на то, что курс доллара вырос, думает, сколько же это стоит? Я вам расскажу, сколько это стоит. Дело-то в чем? Бываю я в Турции и знаю замечательный результат. Сколько вот это все стоит? Маленькая булочка, хорошая маленькая булка, ну нормальная, которой можно поесть, она стоит 6 турецких лир. Вот то, что здесь, в том количестве, что в Турции, стоит 10 лир. Итого это на 200 рублей. Нормальный бизнес-ланч. Чем ли это вам не способ покушать нормально? В замечательном кафе, что находится прямо над комплексом, автомоечным комплексом «Авангард». При этом, посмотрите, как это все красиво сделано. Замечательный салат. Солянка. Сейчас расскажу. Солянка, это вообще история еще та. Я лично, когда солянку готовлю, она у меня попадает в ту самую сумму в 50 долларов. Точнее, да, почти в 50 долларов. То есть, пока все это дело наберешь, когда все это приготовишь, то та сумма и получается. Вот. И замечательные, естественно, крылышки. Ну и офигнительный десерт. Но, чтобы вы поняли, как я это кушаю, мы для вам сделали замечательный сюжет. То есть, это в эфире вы можете видеть. Вот. Но если вы включите канал YouTube, вобьете туда мою сногсшибательную фамилию, сейчас покажу. Алексей Челейкин. Просто вбивайте и посмотрите, как мы это будем есть и что мы будем делать вместе с замечательным комплексом «Авангард». И вам понятен аромат. Честно, берите хлеб и тут же его съедайте. Потому что готовится прямо на углях. И вы видели, как это делается. Вот. Опять же, про доллары. Помнится, мы вам рассказывали, да? Цены, 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 цены. Опять, еще раз объясняю, что цены здесь никуда не прыгнули. Все работает исключительно для вас. Вот. Как это все кушается? Ну, мы попробуем. Замечательный салат. Из чего понятия не имею, сейчас расскажу. Насколько я понимаю, салат-то грузинский. А грузинский салат. Это помидоры. Сверху. Затем. Замечательная колбаска. Нормальная колбаска. И затем уже все остальное. И все это куда? Все это ваш замечательный желудок. Размеры. Шикарнительные. Дома приготовить. Ну, сейчас я вам расскажу. Грубо говоря, 150 грамм. Нормальный. Замечательный. И, разумеется, копченый колбаски стоить будут недешево. Грубо говоря, 450 рублей. Поменяйте. 45 рублей. Может быть, даже больше. Здесь лежит. Плюс помидоры и все остальное. Как одно. То есть, вот это все дома обошло бы вам в 90 рублей. А нас ждет еще и замечательная соляночка. Так, про соляночку. Сумма солянки. Вау, это чуть позже. Мне тут рассказали, что в оконцовочке за 50 рублей для потата будет. Что касаемо солянки. Солянку шибко-шибко я люблю. И я ее очень люблю готовить. Но сумма, опять же, была. То есть, вот примерно на 8 блюд, на 8 таких порций у меня выходит 50 долларов. Оно уже и сейчас стало выходить. Извините, ценники у нас приподнялись. Это все вместе. 200 рублей. То есть, такое блюдо вот у меня, оно и стоит. Одно мое блюдо стоит, получается, 200 рублей. Нормально? Все. Придется мне перемешать. Прочи, дорогой мой Максим. Но мы с тобой попозже ее замесим. Давай. И соляночку мы также вкушаем. Вообще, если честно, то в любом заведении, я всегда говорю, дайте мне, пожалуйста, солянку. Если солянка невкусная, я там ем всего один раз. Но то, что здесь сделано, опять же, с замечательными грузинскими руками, с замечательной... Замечательной травкой. Но он говорит, а почему бы ни сюда не прийти и не покушать? Потому как все это действительно дешево. То есть, из двух блюд стоимостью для меня 290, как-то все дешево получается, и можно кушать и здесь. И вот, собственно говоря, не менее замечательный десерт, который я начал пробовать. Но перед тем, как вам поесть десерт, мне предложили, я и не смог отказаться. Чурчала. Вот это, как будем кушать. Из того, чего делается. Все вы видели, да? Исключительные, неправильные, грамотные ягоды и орехи. Вот. Что это такое? Мне тут специально сказали, вот они также продают ее. Вот. Грузинская чурчелла с фундуком и изюмом. Здесь и фундук, и изюм, естественно, есть. Вот. Оно реально помогает при сердечно-сосудных заболеваниях. И то, ради чего вы можете смотреть замечательные телевизионные сюрветы. Вот эта штука очень-очень-очень хорошо помогает, если вы решили сделать дитёвку. Съели. И все супер! Судя по тому, что я бы это тоже хотел сделать. Берем вот такое, вытаскиваем. Конечно, это не делается так, но я бы сделал. А зачем? А! Во! Не буду добавлять туда. Ничего. Просто возьму вот так вот и съем. Ну, чем ли это не способ? Сумма небольшая. Покушайте, пообщайтесь. Супер! Можно даже не пообщаться, просто прийти поесть. Ну, и, кстати, если вы чуть-чуть больше заработали, чем я, то есть, если у вас нету 200 рублей, ну вот, а есть чуть-чуть больше, чтобы пока здесь кушать, и можно легко внизу и помыть свои машинки. Ммм, вкуснятина! Обязательно посоветую всем своим друзьям прийти сюда и покушать. Ну, и в завершении сюжета, после того, как мы попьем кофе, мы вам скажем, что здесь, естественно, ждут вас. Вот. Здесь, кстати, не только ждут вас. Если вы захотите заказать себе поросенка или ягненочка, здесь вам его приготовят. Представляете, себе на стол взяли замечательное блюдо, причем серьезное и большое. Это все здесь делается в той самой печке, в которой мы вам показывали, как жарят хлеб. Готовится все супер! На дровах! Вот. Что касаемо забегаловок, про забегаловки мы не будем ничего говорить. Это все-таки кафе, это чуть выше. Вот. Как вы сюда можете прийти? И тут, в отличие от любых других заведений, есть замечательная штука. Сюда не приглашают и не втирают вам меню. Вы просто можете здесь прийти, заказать то, что вы хотели. А если вы хотите все остальное, то, пожалуйста, никаких проблем нет. Просто приходите и заказываете. Сколько надо, столько и сделают. Чем ли это не принцип нормального гостеприимного дома? Дома, который расположен на улице Советской и прямо напротив улицы Столивара, Галевурина 4А. Это как раз рядышком с вкусом радости. Пришли, увидели, покушали. В конце концов, провели замечательный вечер, не попали на бабки и получили супер-мега настроение. Да, было круто. И да, захотелось сюда приехать. И попеть караоке, и посмотреть, и поболеть, да и настоящий праздник провести. Кстати, праздник-то в самый раз. Берете то, что хотите скушать и получаете результат. При этом можно съесть все. Но только лучше говорить с каждым. Получается, что за недорого и у вас супер-праздник. Как он бывает и у тех, кто, живя с авангардом, получает и машинку, и хавку. В смысле, замечательную еду. Да не за дорого. Ну так вот, мы и приехали. Мы приехали сюда и не только, чтобы машину помыть. Потому что, честно говоря, очень хорошо приехать сюда. Потому что, представляете, машину помыли, поднялись и сверху еще и покушали. Цена вопроса. 150 рублей автомойка, ну и 200 рублей обед. Чем ли это не ваш смысл жизни?